Чемпионат Ярославской области Чемпионат Ярославской области Чемпионат Ярославской области Некоторые влились достаточно прилично. Допустим, Максим Приказчиков играет у нас на протяжении всего сезона в основе. По результативности он второй в этом году после Гурова. Я только что разговаривал с президентом федерации. Он сказал, что в этом году финал четырех все из Ярославля. Скажите, а можно помечтать, когда примерно Углич сможет попасть в финал четырех? И возможно ли такое? Ну, я думаю, возможно все, конечно. Будем надеяться, что наше возрастающее поколение окрепнет мышцами. Наберется опыта. Будем надеяться, что далеко не уедет. Будет поддерживать нашу команду. И в будущие года два, три, пять, то возможно конкурировать с ярославскими командами. В этом сезоне чемпионат впервые за последние годы прошел по новой формуле. Без подгрупп все коллективы играли друг с другом в один круг. Пять игр дома и пять на выезде. В этом году мы заявились и играем сборной в первой лиге России. Выиграли свою зону ЦФО чемпионат, выиграли финал. Заняли в итоге четвертое место на чемпионате России посреди команд первой лиги. Довольно такой как бы значимый результат, тем более для новичка. Кроме того, ребята сборная Ярославского государства и университета играла в чемпионате АСБ. И прошла довольно далеко сетки плей-офф. Дошла до финала ЦФО. То есть это вообще у нас впервые такое достижение. Из-за того, что команды очень много играли именно сборная, в которых принимали участие, в том числе и вот эти ребята, которые здесь бегали, и команда Ярославского государства, технического университета, педагогического университета, Ярославского государства и медицинской академии. Пришлось нам немножко чемпионат области как бы отодвинуть в интересах, скажем так, вот именно сборной области и города. В результате вот получилось то, что получилось, немножко, конечно, затянуто, и зато, в общем, мы получили стимул довольно весомый, в том числе и вот для этих ребят, что появилась базовая команда в области. Им есть для чего играть, есть куда стремиться, да. Есть, я скажу, вузы, в которые надо поступать, если хочешь играть в баскетбол. Вот, то есть такие стимулы, вот они появились в этом году, это хорошо, мне кажется. Есть ли такие минусы? Минусы, минусы, безусловно, есть. Самый большой, наверное, минус это то, что все-таки уровень команды немножко сейчас стал как бы разрыв между ними увеличиваться, в связи с тем, что вот одни наиграли за сезон там больше 70 игр, а у других там получается еле-еле с натягом 15. Вот, ну, естественно, разница в мастерстве растет. Но, с другой стороны, это, в общем, да, определенный стимул. Есть кем стремиться. Есть кем поиграть, потом, ну, тяжело расти сами, понимаете, когда играешь там с посредственными командами. А когда играешь, ну, уже, уже с ребятами обтертыми, да, это уже совсем другое время. Команду Углича вы давно знаете? Да, конечно. Ну, я сам, так сказать, у меня отец родом из Углича, поэтому, в общем, то есть такие корни углические у меня тоже есть. А с командой города Углича, да сколько себя знаю, сколько помню, вот она всегда была, и было приятно с ними играть. То есть она была разная по силе, но вот этих ребят знаю уже конкретно давно. Вот, хорошие ребята. Ну, смотрите, из 11 команд занять 6-й или 7-й. 6-й. 6-й, 6-й. 6-й место, да. Это, по-моему, неплохо. Это неплохо, да, действительно, тем более, что в этом году у нас впервые так получилось, что в чемпионате области нет ни одной иногородней команды в финале 4-х, то есть только Ярославль. Не попал в этом году и Рыбинск, традиционно сильная команда Переславля, вот уже, наверное, сезона 2-3, вот тоже, как бы, тяжело с ней. Ну, то есть ее лихорадит, там смена поколения идет. Вот, ждем, может, там, в общем, ребята какие-то талантливые появятся. А сейчас пока, к сожалению, в финале 4-го будем играть одним Ярославлем. Вот, ну, там вот рубка приличная. У нас иногда игры чемпионата области, они получаются посерьезнее, чем матчи в первой лиге, да. Ну что ж, спасибо вам за это интервью, пожелаем успеха и хорошего плей-оффа. Спасибо. 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 Спасибо.